Для школьников лето период самых длинных каникул. Несмотря на то, что летом работают и пришкольные, и загородные лагеря, огромное количество детей остаются в городе. В этом году для данной категории подростков в Ешкар-Роле запустили пилотный проект под названием «С друзьями. Летом всем двором». Так, проект начал работу в самых густонаселенных микрорайонах города – Девятом и Центральном, Гомзово и Сымбадхее. Что предлагают детям организаторы? Подробности далее в нашем сюжете. Нет ничего хуже детского нытья, скажут родители. Да еще летом на каникулах. Ведь лето – время, когда ребенок должен набираться новых впечатлений, оздоравливаться, активно отдыхать и познавать окружающий мир. Совместить эти вещи бывает непросто, но если есть план, все возможно. Так, впервые в Ешкар-Роле запустили пилотный проект «С друзьями. Летом всем двором». Проект начал свою работу на прошлой неделе в четырех микрорайонах города. По определенным дням специалисты своей области проводят для детей культурные и познавательные дни. Занятия проходят полтора часа. Так, в культурный день. Два раза в неделю дети вместе с преподавателем разучивают песни, знакомятся с творчеством композиторов. Культурное просвещение проходит в библиотеках города. «С голубого лучика начинается века, ну а дружба начинается с улыбки». Мы здесь занимаемся музыкальными занятиями, поем песни разных композиторов. Сегодняшний день у нас посвящен Шаинскому, Владимиру Яковлевичу Шаинскому. Мы сегодня изучали песню «Улыбка». Детям нравится, все посещают занятия хорошо, с удовольствием ходят. Песни будем учить Энтина, песни Энтина тоже, детские песни. Будем изучать музыкальные инструменты, духовые инструменты, струнные инструменты, будем им показывать. Здесь интересно, мы новые, знаем песни уже, и уже с другим разом все легче и легче поется. Я не умел еще петь, пришел сюда и научился. Ходим в кино, в другие клубы ходим, развлекаемся, поем песни. Так по понедельникам и средам с 14 часов до 15.30 любой желающий ребенок может присоединиться к дружной компании, провести свое время полезно, посетив культурный день. А вот так для ребят проводят познавательные дни. В неделю также два раза мальчики и девочки собираются на площадке, знакомятся друг с другом, играют, узнают что-то новое. Занятия проводит тренер. Программа нацелена привлечь детей к спорту физическим упражнениям. На сегодняшний день третье занятие посвящается тому, что я рассказываю детям историю волейбола и разучиваем подвижную игру «Охотники и утка». Собственно, очень древняя игра с историей, но дети играют в нее с удовольствием. Программа подготовлена на все лето. Кто-то за это время научится одной игре, кто-то другой. Но, к сожалению, на сегодняшний день проект «С друзьями летом всем двором» еще только набирает обороты. К примеру, в микрорайоне Самбадхей такого рода занятия пока посещают немного детей. Во-первых, очень жарко сегодня на стадионе. До этого была погода такая, что кому-то холодно, кому-то жарко. И приходят, наверное, самые-самые такие ответственные люди, которые ходят и в библиотеку петь песни, и сюда, на стадион, до которых довели информацию. Это для детей, которыми, наверное, занимаются родители, семья. И понимают, что, да, когда приходит специалист, надо пойти навстречу, потому что не каждый день это бывает, и тем более это не платная услуга, это очень хорошо. Уже есть дети, которые не пропускают занятия, будь то культурный, то познавательный день. К ним относятся братья Рома и Артем. Ребят к занятиям приобщает бабушка Таисия Ивановна. Я с ними провожу каникулы летние, потому что родители работают, им некогда. Поэтому я очень рада, что наш отдел образования сделал такую программу «Дети в городе». Вот вчера мы были в библиотеке, где их учили пению, музыке. Прекрасный преподаватель была Галина Геннадьевна Швецова из второй музыкальной школы. А сегодня мы пришли сюда, где вот школа олимпийц, они играют с мячом, так довольны, бегают. Очень даже и я довольна, что дети организованно обучаются владению мячом, вчера пению. Меня зовут Рома, мне 8 лет. Вот это мой брат Артем, ему 4 года. Я занимаюсь летом текандо, плаванием, сегодня вот мячом занимаюсь, а завтра и еще пою песни. Так в течение всей недели детям на разных точках нашего города проводят культурные и познавательные дни. Расписание занятий публикуется на официальном интернет-портале администрации города, в социальной сети ВКонтакте и учреждениях культуры, детских клубах, школах и подъездах многоквартирных домов, расположенных рядом с местами проведения занятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова